Сегодня семинар посвящен теме однофакторного дисперсионного анализа в СПСС. В рамках данного семинара я расскажу вам про такой достаточно популярный вид анализа, как однофакторный дисперсионный анализ. В качестве инструмента, в котором реализован будет данный подход, метод, мы рассмотрим с вами СПСС. Скажу, как организована работа в СПСС по однофакторному дисперсионному анализу, какие настройки есть и как можно интерпретировать результат, получаемый непосредственно в этой программе. Вначале представлюсь. Меня зовут Маключенко Алина. Я кандидат технических наук и, собственно, занимаюсь вопросами статистики в разных направлениях. Поэтому опыт мой, надеюсь, может быть, вам чем-то полезен в вопросах статистики. Итак, если будут какие-то вопросы, вы задавайте, пишите, обсудим, постараюсь на них ответить. Итак, что такое? Сначала разберем вообще дисперсионный анализ, потому что существуют разные его виды. В целом же дисперсионный анализ – это такой статистический метод, который позволяет нам находить статистически значимые различия между средними значениями для двух и большей совокупности. Собственно, дисперсионный анализ является, по сути, таким, даже не продолжением, а, можно сказать, продолжением критерию студента, когда мы проводим сравнение средних. И если в критерии студента мы сравниваем только всегда две выборки, или можно даже одну сравнить с каким-то эталонным значением, например, то в дисперсионном анализе здесь можно сравнивать совокупности 2, 3, 4, 5, ну, сколько угодно много. Ограничений здесь нет. Есть ряд предпосылок, которые должны соблюдаться, о которых я расскажу чуть позже. Но основная идея, несмотря на название, да, то, что это дисперсионный анализ, основная идея заключается в том, чтобы сравнить средние значения, и выдвигается предположение о том, насколько эти средние значения, собственно, отличаются, или же не отличаются друг от друга. Имеется в виду, что рассматриваются несколько совокупностей. Итак, в основе дисперсионного анализа лежит предположение о том, что одни переменные у нас рассматриваются как причины, факторы, а другие как следствия, как зависимые переменные. И задачей дисперсионного анализа является определить, проанализировать взаимосвязь на связи, собственно, качественных и количественных перемен. Соответственно, в программе, в СПСС организована работа таким образом, что у нас задается какая-то количественная переменная, непосредственно, которая характеризует что-либо, какое-то явление или объект. И есть дополнительно какая-то качественная переменная, которая используется непосредственно для того, чтобы разделить нашу количественную переменную на какие-то части. И таким образом у нас для программы задается две переменные. Одна переменная обязательно должна быть количественная, которая характеризует непосредственно признак наш результат. А другая переменная, качественная, категориальная, она служит для того, чтобы разбить нашу количественную переменную на какие-то группы. Соответственно, сколько у вас категории будет в этой качественной переменной, такое количество групп и будет сравниваться непосредственно в дисперсионном анализе для того, чтобы сравнить эти группы. Идея в том, что мы сравниваем вот эти, собственно, группы и говорим о том, что есть или нет статистически значимого различия между средними значениями. С точки зрения разновидностей и возможностей дисперсионного анализа выделяют, могут быть разные рассмотренные виды дисперсионного анализа с точки зрения тех данных, которые есть у вас на входе. Ну, то есть какой информацией вы обладаете, да, и эта информация, может, по этой информации, да, мы определяем систем, какой вид дисперсионного анализа, какая модель дисперсионного анализа будет подходить наилучшим образом. Значит, о чем речь? Значит, вот в табличке на слайде показано, да, какие бывают виды дисперсионного анализа в зависимости от данных. Если у нас с вами рассматривается одна зависимая переменная, да, количество признаков факторов и одна переменная количество признаков результатов, то есть одна количественная и одна качественная, да, одна категориальная переменная и одна количественная, то в таком случае мы имеем дело с одной из самых простых разновидностей дисперсионного анализа. Собственно, это однофакторный дисперсионный анализ. Соответственно, если у нас появляется несколько категориальных, несколько качественных переменных, которые могут выступать здесь, это вторая строка здесь, и одна зависимая переменная, одна количественная, то здесь мы говорим уже про многофакторный дисперсионный анализ. Из названия, в принципе, оно уже понятно. То есть много факторов, несколько факторов влияют на непосредственно значение нашей зависимой переменной. И есть еще разновидность, это так называемый многомерный дисперсионный анализ. Это когда у нас, соответственно, может быть несколько количественных переменных и даже может быть больше одной качественной переменной фактора. Соответственно, чем больше у вас участвует в анализе, чем больше переменных используется в дисперсионном анализе, тем будет усложняться интерпретация результата. Сегодня мы поговорим с вами про первый вид дисперсионного анализа. Это однофакторный дисперсионный анализ. И уже разобравшись с этим видом анализа, можно будет потом переходить и к изучению следующих видов дисперсионных анализов. Все эти виды дисперсионного анализа разбираются на курсе по СПСС, естественно, по степени сложности, да, то есть однофакторный дисперсионный анализ затрагивается на первом уровне, многофакторный мы разбираем на уровне углубленных методов анализа. И, здравствуйте, вы на семинах ходите? Да, уже 10 минут как идет. Соответственно, многомерный дисперсионный анализ разбирается в курсе по многомерному анализу. Поэтому, в зависимости от того, что вам интересно, вы можете выбрать тот или иной вид, тот или иной курс по СПСС. Для того, чтобы можно было применять дисперсионный анализ, то есть непосредственно для того, чтобы интерпретировать результаты, качественно полученные в результате выполнения этого анализа, должны выполняться соответствующие предпосылки. То есть должны быть соблюдены некоторые условия для того, чтобы можно было запускать такой вид анализа. Итак, их всего три, но они достаточно важны. Первая предпосылка заключается в том, что генеральные совокупности, из которых формируются выборки, должны быть нормально распределены. То есть эта предпосылка говорит о том, что ваши исходные данные, которые вы задаете в программе, которые задаете для вычисления дисперсионного анализа, они должны подчиняться нормальному закону распределения. При этом, однако, считается, что однофакторный дисперсионный анализ, который вычисляется на основе критерия Фишера, он относительно мало чувствителен к нарушению этого условия. И считается, что если распределение незначительно отличается от нормального, то есть оно отличается, но не сильно, то это незначительно влияет на значимость F-критерия, особенно в случае, если объем выборок у вас достаточно большой. И поэтому эту предпосылку, да, ее можно как бы немножко так на нее закрыть глаза. Поэтому, ну, в случае, опять-таки, если нарушение нормальности, да, они критичны, оно не сильно. Если же условия о нормальности распределения нарушаются уже значительно, ну, то есть действительно сильно отличаются ваши данные от нормального распределения, то, соответственно, здесь уже речь идет о том, что нужно использовать непараметрические процедуры дисперсионного анализа. Непараметрические, да, что значит непараметрические процедуры? Это те методы, те виды анализа, которые ориентированы на данные, которые не подчиняются нормальному закону распределения. То есть в том случае, если ваши данные все-таки, они отличаются от нормального распределения, то есть абсолютно объективный аналог для F-критерия, который вот заложен в однофакторном дисперсионном анализе. И его просто можно использовать для, собственно, того же самого дисперсионного анализа, да. И, например, для однофакторного дисперсионного анализа это может быть, например, критерий Краскова-Воллеса, как аналог критерию Фишера. В случае, если вот эта предпосылка, она достаточно серьезно нарушается. Вторая предпосылка для выполнения дисперсионного анализа звучит следующим образом, что выборки должны быть независимы. Поскольку мы сравниваем, да, еще раз, цель дисперсионного анализа сравнить среднее значение нескольких выборов, то, соответственно, да, предполагается, что эти выборки, они должны быть независимы для того, чтобы избежать искажения результатов, да. То есть считается, что они должны, данные, извлекаться случайным образом из генеральных совокупностей и независимо друг от друга. То есть идея в том, что ваши данные должны быть случайным образом распределены по уровням категориальной перемены. И третье условие, третья предпосылка, которая звучит следующим образом, что дисперсии генеральных совокупностей должны быть равны. Ну, это такая общая формулировка, а влечет она за собой одно из условий, которое проверяется непосредственно, ну, его можно проверить непосредственно во время проведения дисперсионного анализа. и здесь вот это третье условие связано с тем, что мы должны проверить однородность дисперсий наших выборов. То есть это означает, да, такая проверка означает, что дисперсии каждой генеральной совокупности, они равны между собой. И, значит, эта проверка, она осуществляется с помощью специального критерия, который также мы непосредственно при запуске программы можем проверить. Значит, считается, что все эти три условия мы как бы должны проверить перед тем, как перейти непосредственно к интерпретации результатов дисперсионного анализа. И считается, что если из всех трех условий нарушается только условие об однородности дисперсии, это вот последнее, третье, которое условие, то можно применить процедуру, которая является аналогичной Т-критерием, использующую раздельную дисперсию при вычислении. Однако, если предположение о нормальности, это вот первое распределение, и однородности, то есть первые и третьи, если они нарушаются одновременно, то есть первые и третьи не выполняются, то, соответственно, здесь уже нужно обратить внимание на сами данные, либо провести какую-то нормализацию данных, как вариант, может быть, для того, чтобы сгладить какие-то неточности, или же просто использовать соответствующую непараметрическую процедуру выполнения дисперсионного анализа. Соответственно, все эти три предпосылки, еще раз, они являются условиями для выполнения дисперсионного анализа. На следующем слайде показана такая схематичная матрица данных для однофакторного дисперсионного анализа. То есть как должны быть заданы, представлены данные для того, чтобы мы могли рассчитать и вычислить модель однофакторного дисперсионного анализа. Значит, основная логика дисперсионного анализа заключается в сравнении. То есть мы сравниваем значение между значением нашей зависимой переменной, вот этой, которая у нас с вами здесь есть, которая обусловлена влиянием фактора. Есть некий фактор, который состоит из нескольких уровней, и есть соответствующее значение зависимой переменной. И мы эти результаты сравниваем между собой. При этом выборки, объемы выборок в каждой группе, они не обязательно должны быть одинаковыми. То есть объемы выборок, которые мы сравниваем между собой, они могут иметь абсолютно разный объем. Каждый из них. Нет, здесь не выдвигается условие о равенстве этих выборок. Соответственно, значение, которое мы используем здесь, это значение зависимой переменной, это количественные данные, то есть это переменная зависимая, это в виде числовых характеристик задается значение каждого наблюдения. А переменная фактора, то, что определяют уровни фактора, это переменная категориальная, то есть она состоит из каких-то категорий, и каждая категория используется для того, чтобы разделить значение зависимой переменной на несколько частей. И мы эти части, в зависимости от того, сколько у нас уровней фактора, мы эти части между собой сравниваем. Как мы это делаем? Поскольку, посмотрите, у нас двумя здесь разные данные, есть количественные, качественные деления на группы, то при вычислении, то есть промежуточных вычислений, у нас здесь используются разные формулы для расчета. Это промежуточные формулы, которые используются в дальнейшем для вычисления критериев однофакторного дисперсионного анализа. Значит, из чего у нас состоит? Смотрите, у нас есть межгрупповая, точнее как, у нас делится в дисперсионном анализе здесь вот эти результаты на две как бы составляющие. у нас проводится сравнение расчета так называемой межгрупповой суммы квадратов отклонений. То есть между группами мы сравниваем. То есть смотрите, вот в этой формуле здесь, чтобы было понятно, что и что. То есть смотрите, у нас берется среднее значение, вот х с чертой, да, это как бы среднее значение по группе. А х вот с двумя чертами, да, это среднее как бы среднее, то есть как бы это общее среднее, вот если вернуться сюда, то есть у каждого уровня может быть вычислено соответствующее среднее значение, да, и между этими средними, да, по каждому уровню мы тоже можем рассчитать среднее. Собственно, среднее каждого уровня – это х как бы с одной чертой, а среднее всех уровней – это нам дает вот эту х с двумя чертами. Соответственно, мы находим, смотрите, межгрупповая сумма квадратов отклонения, то есть мы сравниваем среднее значение каждого уровня с общим средним. Это одна составляющая. Вторая составляющая при вычислении в однофакторном дисперсионном анализе заключается в чем? Так называемая внутригрупповая сумма квадратов отклонения. Исходя из названия, да, то есть, смотрите, внутригрупповая, то есть внутригруппы, то есть это что? То есть берется каждый уровень, и в нем, смотрите, по формуле, каждое значение индивидуальное сравнивается, сопоставляется со средним значением группы. То есть, смотрите, еще раз вернусь к модели. У нас внутригрупповая сумма квадратов отклонений – это что? Вот взяли, допустим, х1-1, сравнили со средним первого уровня. Потом взяли х1-2, сопоставили снова со средним. И так внутри каждой группой выполняется. Поэтому это и называется внутригрупповая сумма квадратов отклонений. То есть две разных. Сначала есть одна группа, внутригрупповая сумма квадратов, то есть внутри каждого уровня сравниваем. И есть межгрупповая, то есть мы между уровнями уже сравниваем среднее значение. Также вычисляется общая сумма квадратов отклонений. Это каждое значение числовое, количественное, мы сравниваем с общим средним. То есть это промежуточные вычисления, которые ложатся в основу непосредственно для вычисления так называемого F-критерия, или критерия Фишера, по которому мы проводим оценку непосредственно результатов дисперсионного анализа. Соответственно, межгрупповые и внутригрупповые суммы отклонений ложатся в основу для вычисления дисперсий, поскольку это отклонения, то есть это дисперсия у нас получается. То есть математическая модель однофакторного дисперсионного анализа, она предполагает выделение вот, собственно, этих двух составляющих. Есть две составляющие. Это межгрупповая дисперсия, вот верхняя часть формулы, то есть которая обусловлена различием средних значений под влиянием фактора. И есть внутригрупповая составляющая у нас непосредственно. И мы находим соотношение этих двух величин. То есть соотношение вот этих двух дисперсий дают на выходе нам в качестве результата величину F-критерий Фишера. Значит, еще разочек. У нас есть межгрупповая факторная, еще по-другому ее называют дисперсия, которая показывает систематическую вариацию признака. И есть внутригрупповая, которая, как бы, говорит, еще ее называют по-другому остаточная дисперсия. И сопоставляя эти две величины, эти две дисперсии, мы получаем значение F-критерия Фишера. И считается, что чем больше будет частное отделение, тем больше различаются средние значения сравниваемых выборов. Соответственно, при выполнении однофакторного дисперсионного анализа мы выдвигаем с вами соответствующую гипотезу. И гипотеза в данном случае у нас с вами звучит таким образом, что мы сравниваем с вами средние группы. И нулевая гипотеза в данном случае, она будет звучать таким образом, что средние значения между группами, они не отличаются. То есть все средние, да, они одинаковые. Соответственно, альтернативной гипотезой для однофакторного дисперсионного анализа будет звучать таким образом, что не все средние равны. И, собственно, целью как раз дисперсионного анализа является проверка. Это проверка статистически значимого различия между средними для групп. То есть то, что мы с помощью факторной перемены делим на части. Такая проверка, еще раз, да, проводится с помощью разбиения суммы квадратов на части, межгрупповую и внутригрупповую, да, и сопоставление этих компонентов дисперсии для того, чтобы определить, есть ли действительно эти значимые различия между средними значениями. Соответственно, если различия значимы, да, то принимается гипотеза о существовании различия между средними значениями. По результатам вычисления критерия Фишера мы делаем соответствующие выводы. Как сделать эти выводы, да, то есть мы имеем с вами в результате вычисленное значение критерия Фишера, это так называемое F-наблюдаемое, и его мы можем с вами сопоставить с неким табличным значением или еще его называют критическим значением, F-критическое. Соответственно, мы сравниваем эти два значения, да, то есть если, соответственно, наше расчетное, F-наблюдаемое, оно меньше, чем табличное, то мы говорим о том, что влияние вот этой факторной переменной, да, оно и будет несущественным. И все полученные результаты измерения, они будут принадлежать одной генеральной совокупности, то есть они не различаются. И принимается нулевая гипотеза о том, что все средние значения в группах одинаковы, все средние равны. Соответственно, в случае, если F-наблюдаемое, F-расчетное наше больше, чем табличное, критическое, то влияние вот этой факторной переменной, оно признается существенным или значимым. И в таком случае мы говорим о том, что средние значения, они будут различаться, да, то есть приниматься будет соответствующая альтернативная гипотеза. И в случае, когда мы принимаем с вами альтернативную гипотезу, то, как правило, это характеризует расчетное значение F-статистики. Достаточно большая величина будет, да, то есть F-значение будет много больше единицы. И это вот для альтернативной гипотезы будет, скорее всего, ну, будет характерно. И давайте теперь от такой как бы теоретической части, да, я перейду к практике и покажу небольшой пример, как выполняется однофакторный дисперсионный анализ в программе SPSS. У меня есть небольшой пример для того, чтобы продемонстрировать работу однофакторного дисперсионного анализа непосредственно в программе SPSS. Значит, у меня уже подготовлен соответствующий файл. Этот файл называет, ну, не называется, да, то есть о чем здесь эти данные. Здесь мы хотим сравнить прочность изделий, то есть есть у нас четыре поставщика, и каждый поставщик, он поставляет парашюты, и каждый парашют проводит испытания ткани на прочность. И у каждого, соответственно, парашюта проверяется прочность, да. Это записывается в определенное количество на шкале, то есть каждому парашюту присваивается, ну, в баллах, да, ну, то есть набирается, да, какая-то характеристика, да, по прочности. И есть у нас четыре поставщика, да, соответственно, каждый поставщик поставляет какие-то, ну, соответствующие изделия, и мы хотим узнать, есть ли статистически значимое различие в поставляемой продукции разными поставщиками. То есть если переводите это все на язык статистики, да, то есть мы хотим что проверить? Что между средними показателями прочности нет существенных отличий. То есть когда мы начинаем делать однофакторный дисперсионный анализ, мы выдвигаем нулевую гипотезу, и нулевая гипотеза в данном случае для этого примера будет звучать таким образом, что между средними значениями показателя прочность разных поставщиков, да, нет существенных отличий. Или по-другому перефразировав, мы можем сказать, что все четыре поставщика, да, делают одинаково прочные, ну, там, или изделия одинаковой прочности, да, то есть средние значения у них будут одинаковые, да, не отличаются. Соответственно, альтернативная гипотеза будет звучать, что существуют, да, то есть, ну, то есть не все средние значения прочности, да, будут одинаковые. Как выполнять, соответственно, однофакторный дисперсионный анализ в СПСС, да, то есть, посмотрите, у нас задается обязательно одна количественная переменная, то есть это вот прочность, то есть это именно количественная переменная, и есть одна качественная переменная, которая определяет, ну, в виде категории, она тут закодирована 1, 2, 3, 4, то есть за каждым номером кроется какой-то поставщик, да, то есть вот у нас заказин 1, 2, 3, 4, то есть это номинальная, категориальная переменная, в которой хранится информация по соответствующим поставщикам. Итак, для того, чтобы выполнить однофакторный дисперсионный анализ в СПСС, нужно зайти на вкладку «Анализ», «Сравнение средних» и выбрать здесь «Однофакторный дисперсионный анализ». То есть, смотрите, еще раз, поскольку идея однофакторного дисперсионного анализа включается в том, чтобы сравнить средние значения разных выборов, поэтому и находится этот анализ в группе «Сравнение средних». Запускаем. Значит, появляется соответствующее диалоговое окно и нам нужно указать список зависимых переменных. В качестве зависимых переменных у нас выступает переменная прочность, то есть помещаем в это окно, в эту часть окна переменную прочность, а в качестве фактора у нас будет качественная категориальная переменная с поставщиком. То есть на основании вот этой переменной у нас проводится деление на группы переменная прочность. Соответственно, мы каждого поставщика будем сравнивать по прочности. Теперь мы можем посмотреть некоторые настройки в программе. Зайдя на вкладку «Параметры», мы можем вывести в результат вычисления некоторые дополнительные параметры. При работе с однофакторным дисперсионным анализом полезно выводить в расчет описательные статистики и проверку однородности дисперсии. Как раз, собственно, вот эта галочка, которую мы сейчас поставили для проверки однородности дисперсии, она необходима для того, чтобы проверить третью вот эту предпосылку про однородность дисперсии, о том, что мы с вами можем, собственно, выполнять вот этот однофакторный дисперсионный анализ на основе критерия Фишера. Значит, нажмем «Продолжить» и, в принципе, можно запускать анализ. Для этого достаточно просто нажать кнопку «Ок». Все результаты, которые СПСС выполняет, они выводятся в отдельном окне, в окно вывода. И, значит, давайте посмотрим, какие результаты мы с вами получили. Значит, поскольку поставили галочку для того о том, что должен выполняться, точнее, мы указали в параметрах вывод описательных статистик, собственно, поэтому первая буквально табличка, она как раз и показывает. Посмотрите, у нас есть переменная прочность, указывается, какая у нас количественная переменная здесь указана в качестве зависимой. И дальше по каждому поставщику, то есть по каждому уровню нашей факторной переменной выводятся описательные статистики. Описательные статистики какие здесь? Это, в первую очередь, значение среднего, стандартного отклонения, стандартные ошибки. Ну, и доверительный интервал максимум минимум. Ну, это такая достаточно типовая СПЛССовская табличка с описательными статистиками. По сути, да, нас здесь в большей степени вот интересует столбец со средними значениями, потому что наша задача заключается в том, чтобы как раз и сравнить эти средние значения. То есть мы что хотим? Мы хотим узнать, вот эти средние значения между четырех поставщиков, они отличаются или же нет? Ну, соответственно, здесь мы видим уже именно числовые, да, значения. То есть это для того, чтобы мы могли сориентироваться как-то между нашими поставщиками. Далее выводится таблица, которая называется критерий однородности дисперсии. Критерий однородности дисперсии проверяется с помощью специального статистического критерия, который в этой таблице вычисляется. Это так называемая статистика Левиня здесь, и мы по ней ориентируемся на, собственно, вот эту предпосылку на условия применения дисперсионного анализа, которая говорит о том, что наши дисперсии, вот у нас четыре, получается, группы, да, четыре выборки, четыре поставщика, что эти выборки, да, то есть дисперсии каждой выборки, да, они являются однородными. Проверяем это по статистике Левиня. Можем посмотреть, чтобы сделать окончательный вывод на значимость, и, соответственно, поскольку уровень значимости, расчетное значение значимости у нас с вами здесь превышает значение 0,05, то есть, ну, такое стандартное по умолчанию, которое используется, уровень значимости для сравнения, то мы с вами говорим о том, что действительно условия по проверке однородности дисперсии выполняются, то есть критерии однородности дисперсии выполним, и мы, соответственно, можем объективно интерпретировать результаты однофакторного дисперсионного анализа. Напомню еще, что среди условий для выполнения дисперсионного анализа является проверка на нормальность распределения. Да, ну, здесь мы предполагаем, что у нас данные нормально распределены, то есть это отдельная тема статистики для проверки нормальности распределения, которую мы в этом семинаре не затрагиваем. Итак, и теперь мы с вами посмотрим на результаты нашего дисперсионного анализа однофакторного. Выводятся они в таблице, которая называется ANOVA. ANOVA – это как раз, да, это именно тот самый дисперсионный анализ. В этой таблице содержатся результаты вычислений, промежуточные для критерия Фишера. Здесь, как я на слайде показывала, да, до этого у нас с вами делится на составляющие дисперсии, то есть находятся между группами и внутри группы. Да, то есть именно вот сопоставление этих двух составляющих в результате позволяет нам вычислить итоговое значение критерия Фишера, которое в этой таблице обозначено буковкой F. Соответственно, если говорить, ну, как бы достаточно обобщенно, да, то теоретически мы должны с вами значение критерия Фишера, которое мы здесь вычислили, F, да, вот это 3,462, сравнить с табличным значением критерия Фишера. Но на сегодняшний день, да, это не обязательно. Сейчас стаб-пакеты достаточно эффективно реализованы таким образом, что все такие вот анализы, результаты вычисления, они сопровождаются так называемым расчетным значением уровня значимости, то, что в столбце значимость выводится. И, соответственно, мы можем ориентироваться именно на значение значимости, то есть вот в это 0,041, и по расчетному значению вот этой значимости мы в целом можем интерпретировать итоговый результат. То есть мы можем не обращаться даже к таблицам с критерием Фишера, да, которые, ну, достаточно известны, а можем посмотреть на вот этот уровень значимости. Как по нему делать выводы? Значит, мы расчетное значение уровня значимости, вот это, которое получили, мы сравниваем с установленным, ну, то есть с тем уровнем значимости, на котором мы делаем все вычисления. Как правило, ну, таким достаточно универсальным уровнем значимости статистики, которые используют, это уровень 0,05, то есть 0,05. Обычно с ним сравнивают, то есть это как бы, тем самым мы обеспечиваем там, как бы, такую условную 5-процентную погрешность, да, можно так сказать. И, как мы говорим, да, здесь логика следующая. Если расчетное значение уровня значимости больше, чем 0,05 установленное, то нужно принять нулевую гипотезу. В случае же, если расчетное значение уровня значимости, которое вот у нас с вами здесь получилось, оно меньше, чем 0,05, то нулевая гипотеза отклоняется и принимается альтернативная. Поскольку, да, у нас с вами здесь в результате получили значение меньше, чем 0,05, да, то есть нулевую гипотезу о том, что средние значения у нас одинаковые, нам следует отвергнуть и сказать о том, что среднее значение прочности между четырьмя поставщиками, они различаются. То есть наши четыре поставщика, то есть хотя есть хотя бы один поставщик среди этих четырех, у которого, да, вот среднее будет различаться. У однофакторного дисперсионного анализа есть такая вот особенность, которая связана с тем, что вот именно критерий Фишера, да, именно вот сам однофакторный дисперсионный анализ, он просто говорит о том, что средние одинаковые или средние различаются. И вот именно сам однофакторный дисперсионный анализ при этом, он не говорит о том, какой поставщик, да, статистически значимо, там, лучше или хуже, Отличается в большую или меньшую степень. Если вы хотите проводить такие проверки, такого анализа, то для этого используются так называемые апостериорные оценки, то есть есть определенные критерии, которые позволяют делать межгрупповые сравнения средних. И уже основываясь на вычислении таких критериев специальных, можно определять именно статистически значимое различие между средними и величинами. Например, если мы посмотрим на нашу таблицу с результатами описательных статистик, которые здесь приведены у нас с вами, то мы можем предположить, что первый поставщик имеет наименьшее среднее значение, то есть прочность его изделия меньше, чем у остальных. Особенно если мы сравним первого и второго поставщика. У второго поставщика среднее наибольшее. То есть мы можем предположить с вами, что разница в прочности изделий первого и второго поставщика, они будут статистически значимо различаться. Но это мы только с вами предполагаем. Чтобы это объективно доказать, для этого должны мы с вами использовать соответствующие статистические критерии. И в однофакторном дисперсионном анализе они находятся на кнопке апостериорной. Апостериорные множественные сравнения, то есть почему так называются именно апостериорные? Апостериорные это означает, что как бы этот анализ проводится уже после того, как мы установили с вами значимость нашего однофакторного дисперсионного анализа. То есть только после того, как мы действительно с вами убедились, что у нас среднее значение в наших группах, они различаются. Потому что если бы у нас с вами в результате однофакторного дисперсионного анализа оказалось бы, что значимость была бы, скажем, больше, чем 0,05, то есть мы приняли бы нулевую гипотезу о том, что средние значения у нас с вами не различаются, то смысл проводить вот такие вот множественные сравнения, его просто нет. То есть они бессмысленны. То есть мы уже и так сказали, что средние одинаковые. О каких тут множественных сравнениях может быть и те речь. То есть это бессмысленно. Соответственно, здесь на этой вкладке мы можем выбрать любой из критериев. То есть они все чуть-чуть отличаются, но в целом они делают одно и то же. Ну, давайте возьмем, например, Шефа. Один из таких часто использующихся критериев. И при этом, посмотрите, да, то есть написано, что предполагается равенство дисперсии. То есть это в том случае, когда вот этот критерий, ой, не тут, там критерий Левиня, да, статистика критерия, она показала нам значимость. Значит, как работает множественное сравнение? Значит, посмотрите, выводится таблица с апостериорными тестами, да, с множественными сравнениями. Так, Шефа, ну-ка, сейчас, секунду, попробуем Бонферони, он по-другому. Вот, лучше Бонферони, он, у него более жесткие границы, да, просто на нем я лучше покажу вам, как интерпретировать такие множественные сравнения. Значит, что такое множественные сравнения? Здесь берется каждый поставщик, ну, в условиях нашего примера, и среднее значение каждого поставщика сравнивается со средним значением остальных поставщиков. И там, где есть статистически значимые различия в средних значениях, в таблице из ПСС помечается звездочкой. То есть, вот, если здесь звездочкой отмечаются какие-то, да, вот, позиции, то это говорит о том, что здесь найдено статистически значимое различие. То есть, в контексте нашего примера, это о чем говорит? То есть, среднее значение у поставщика первого и второго, да, то есть, вот, поставщика, точнее, вот, вот, ну, это одинаково, да, поскольку, ну, парами они здесь перебираются, поэтому, вот, повторяться. Одна просто со знаком плюс будет, одна со знаком минус, потому что находится просто средняя разность, и она оценивается, именно ее статистическая значимость определяется. Таким образом, по этому примеру мы можем сказать, что среднее значение прочности поставщика 2, у поставщика второго, его средняя прочность, она статистически значимо выше, чем у поставщика 1. Вот, а во всех остальных случаях, да, у все остальные поставщики, они дают нам, ну, в принципе, похожую, одинаковую, да, с точки зрения средних значений, прочности соответствующих изделий, да, соответствующих наших парашютов. То есть, вот, таким образом, да, дополнительно мы можем сопровождать итоговые результаты проведения множественного сравнения, да, то есть, это как некое такое дополнение к результатам однофакторного дисперсионного анализа. Ну, на самом деле, те результаты, которые мы получили, да, вот эта значимость по однофакторному дисперсионному анализу на уровне 0,04, да, она в целом, ну, достаточно близко к величине 0,05, да, поэтому вот выявить какие-то такие вот сильно значимые различия, да, возможно, будет не так просто. То есть, все равно, в принципе, достаточно, ну, как бы, близкие результаты, вот, но, тем не менее, да, вот с помощью критерия Бонферони мы посмотрели и видим, да, мы можем доказать, что действительно у поставщика 2 среднее значение статистически значимо различается от первого поставщика. То есть, вот такой вот однофакторный дисперсионный анализ в СПСС заложен, да, то есть, еще раз, основная идея однофакторного дисперсионного анализа заключается в том, чтобы проверить, сравнить среднее значение нескольких групп, да, при этом для дисперсионного анализа, то есть, идея дисперсионного анализа реализована, когда, все-таки, у нас количество групп больше двух, потому что, когда у нас строго две группы, да, с этой задачей вполне успешно справляется, например, тот же самый критерий студента, если у нас нормальное распределение, или же есть ряд критериев непараметрических, которые можно использовать для ненормального распределения данных. Так что, таким образом, выполняется однофакторный дисперсионный анализ в программе СПСС. И в заключение, да, сегодняшнего семинара, да, хочу предложить вам показать, какие доступны курсы по IBM СПСС статистик специалисте, да, возможно, вас заинтересует, да, то есть, у нас несколько уровней предлагается в зависимости от материала, да, то есть, на первом уровне это такие, ну, основные базовые статистические методы анализа данных разбираются, на втором уровне более углубленно разбираются методы анализа, там и непараметрические критерии подробно разбираются, и третий уровень, да, это уже такие многомерные виды анализа, это кластерные анализы, факторные, там, дискриминантные, береги решений проходим. Поэтому, в зависимости от того, что вам может быть интересно, приглашаю вас на курсы по IBM СПСС статистикс в наш учебный центр. На этом этот семинар я заканчиваю, если какие-то вопросы, то я отвечу, конечно же, на них, поэтому всем спасибо за внимание.